Мир полон неоднозначных вопросов. Один из них дорогие непрактичные хобби. Коллекционеры тратят огромные деньги на покупку новых экземпляров для своей коллекции. Рыбаки и охотники покупают дорогую технику для своих хобби. Сегодня мы поговорим об охоте. Нормально ли охотиться не ради мяса, а ради удовольствия? Спросим об этом пастора Алексея Коломитцева. Пастор Алексей, может ли христианин заниматься охотой ради спортивного интереса, покупая при этом дорогостоящую технику? Этот вопрос включает в себя несколько сфер, которые нам нужно рассмотреть для того, чтобы прийти к ясной позиции относительно этого. Одна сфера охота вообще, другая сфера развлечения, третья сфера это дорогие какие-то вещи или развлечения, которые обходятся дорого. Если мы посмотрим на них в общем, то мы можем сказать, по-первых, Библия не запрещает охоту. Естественно, мы видим, что Бог дал людям в пищу, дал рыб, дал зверей, животных, так же точно, как и растений. Мы видим, что в Ветхом Завете это было прописано, хотя там были диетические законы, определенно одних животных можно было есть, других нельзя было есть. Те, которые эти законы упразднены были в Новом Завете. Но в общем, мы видим позицию Священного Писания в том, что дичь, скот, животные, они даны людям в пищу, поэтому охота это нормальное явление. Теперь возникает второй вопрос. Этот вопрос связан с развлечениями. То есть, когда у современного человека нет необходимости брать ружье и идти для того, чтобы подстрелить что-то, потому что сегодня нечего есть дома. Когда люди могут приобрести продукты в магазине, и у большинства людей, или у многих есть возможность для этого. Вот что в этом смысле можно сказать? Священное Писание говорит о том, что людям нужен отдых. Отдых нужен для тела человека, он нужен для ума, он нужен для эмоций. То есть, для этого специальный был день, отведен один день в неделю. Бог говорит, шесть дней работай, седьмой отдыхай. Дальше Священное Писание говорит о праздниках, которые тоже имели тот же самый смысл, чтобы люди могли отключиться от дел своих, погрузиться в что-то, что может переключить их разум, переключить их функцию деятельности, для того, чтобы восстанавливать себя. Так Бог устроил нашу жизнь. И вот здесь возникает вопрос, как мы отдыхаем, как мы развлекаемся. Здесь есть одно очень важное правило. Это правило касается всего, что мы делаем, того, что не является грехом. И в данном случае развлечение не является грехом. Развлечение само по себе. Это правило мы находим в первом послании Коринфянам, 10 главе, 31 стих. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете? Все делайте во славу Божию». То есть, когда мы говорим о развлечениях, мы должны ясно понять, что развлечения, хотя они не запрещены в Писании, они могут стать греховными. Они становятся греховными тогда, когда они берут на себя внимание больше, чем они должны иметь. Здесь могут быть самые разные развлечения. Совсем не обязательно охота, когда люди, отправляясь на охоту, они останавливают свою жизнь на несколько дней, когда это связано с тем, что им нужно купить тракт или грузовик для того, чтобы ездить далеко. Им нужно купить дорогую оптику. Им нужно купить оружие. Нужно амуницию для этого, специальные пермиты или разрешения. То есть, там, конечно, очень много, что связано с этим. Или же люди уделяют каким-то другим формам развлечения слишком много внимания. То есть, все зависит от того, какое место это явление занимает в вашей жизни. Если оно становится для вас Богом, если оно отвлекает вас от того, чем душа могла бы заниматься, развлекаясь, обогащая саму себя, это может быть греховным. Третий аспект – это относительно стоимости этих развлечений. Этот аспект, он касается вашего бюджета. Для некоторых людей купить вещь подороже – это не так много из их бюджета. И поэтому для них она не является каким-то особым действием. Для кого-то, у кого бюджет меньше, вот такая покупка, которая вложена в развлечение, будет слишком большой. Потому что она будет сделана за счет тех дел, которые он мог бы сделать полезными для себя, для семьи, для церкви, для дела Божьего, в конце концов. По этой причине здесь должен быть общий подход, который ставит перед собой главный вопрос. Каким образом через это развлечение я стану лучшим христианином? Каким образом я могу Господа прославлять лучше? Каким образом я могу быть полезнее для него, для его дела, для моих детей, для моей жены? Иногда это может быть очень полезно. Например, если отец воспитывает сыновей в своей семье, и он одной из форм своего взаимодействия с сыновьями, для него и может быть охота. Они могут по лесу идти и говорить о разных вещах, о жизни, о мужестве, о ценностях в мире. Это вполне возможно будет хорошим вложением. Тогда, когда в других ситуациях человек может просто напрасно тратить время с компанией, которая не будет его созидать, а будет разрушать, в той же самой охоте. То есть в каждой ситуации здесь нужен честный ответ перед Богом, который сделан в свете вот этих слов. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете? Все делайте. Во славу Божию. Спасибо, пастор Алексей. Дорогие друзья, больше материалов на эту и другие темы вы можете найти, посетив наш сайт слово.орг. На сегодня все. Благослови вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok